Хей! Всем привет! Меня зовут Катра Заубер и уже больше 10 лет я диджей. Так случилось, что я связалась в свою жизнь с музыкой и прекращать не собираюсь. Обожаю тусовки, обожаю вечеринки, людей вокруг. И теперь с удовольствием буду делиться классной музыкой, видео, треками, релизами с вами. Итак, одна из главных новостей этого лета лично для меня – это выход дебютного альбома певицы Джоджи Смит. И с этого момента я реально с большим интересом и упоением стала следить за ее творчеством и развитием. За два года Джоджи Смит успела выпустить несколько очень сильных хитов, включая фиты с Кендрик Ламаром и Дрейком. И, кстати, в прошлом году осенью Джоджи Смит прилетала в Киев. К сожалению, не с концертом, но по очень важному делу. Она снимала здесь клип на песню Let Me Down. Еще одно радостное, не менее важное событие этой недели – выход долгожданного альбома от группы Хромео. Лично для меня это очень радостная новость, потому что легендарный электрофанк дуэт Хромео очень много лет не выпускали ничего, даже близко похожего на то, что они выпустили в этом году. Буквально в прошлом, в позапрошлом году был выход одного релиза, непримечательного, на мой взгляд, потому что альбом, который мы можем сейчас слушать и наслаждаться, это просто бомба. Это просто музыкальный восторг, оргазм, как хотите называйте. Немедленно скачайте, слушайте, наслаждайтесь. Если вы до сих пор по какой-то причине не знаете об этой группе, Дафт Панк, Джаммера Куай, Майкл Джексон, Принц – это те имена, которые становятся в один ряд с этой легендарной группой. Певица Бейонси и рейпер Джей Зи презентовали миру новое видео на трек «Apesheet» из их альбома «Everything is Love». В новом видео Бейонси и Джей Зи снимаются в парижском Лувре и позируют на фоне картины «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Неплохо, да, согласитесь? В кадре боги музыкального Олимпа позируют в шикарных нарядах, так искренне улыбаются, как будто бы намекают, кто здесь главный. Вы знаете, на мой взгляд, можно не быть реально ярым поклонником Бейонси, Джей Зи, но не знать семью Картеров просто невозможно. Они поглотили музыкальную индустрию в целом. И, кстати, альбом «Everything is Love» — совместный альбом Бейонси и Джей Зи — можно послушать исключительно на сервисе, который принадлежит Джей Зи — Tidal. Больше нигде вы не можете послушать этот альбом. Ни на Apple Music, ни на Google Play, ни на Spotify. Нигде. Вы можете себе представить, как это круто иметь свой собственный сервис для прослушивания музыки. Поэтому скорее регистрируйтесь и слушайте, наслаждайтесь. Для кого-то долгожданным является тур американских богов, кто-то колесит с фестиваля на фестиваль. Ну а я собираюсь посетить Бильбао. Очень хочу попасть в город страны Басков на севере Испании 11 июля, потому что именно в этот день там пройдет нереально крутое уникальное событие. Этот крутой ивент проводят на территории Музея современного искусства, где хедлайнером объявлен Джимми Икс Икс. Но лично для меня из всего умопомрачительного лайнапа самое интересное имя Пэгги Гу. Это диджей, девушка-диджей из Кореи, которая живет сейчас в Берлине, колесит по всему свету и набирает популярность просто с невероятной скоростью. Девушка успела уже поработать с мировыми брендами, выступить на самых топовых фестивалях мира. Она выступает на небольших площадках, что меня очень сильно привлекает. Мне очень нравится то, насколько она харизматична, насколько она веселая и доброжелательная. Вижу в ней свою подружку, поэтому очень хочу поехать на фестиваль, потанцевать, послушать и увидеть красивую Испанию. Очень рекомендую вам найти информацию про этот ивент и присоединиться ко мне, например. Я очень вам благодарна за то, что вы провели эти пять минут со мной. С радостью велилась с вами новостями, которые интересны мне самой. Очень надеюсь продолжать эту прекрасную традицию. Для того, чтобы мы могли с вами встречаться чаще и чаще, больше и больше, вы знаете, что нужно делать. Ставить лайки, подписываться на канал и, конечно же, включать на колокольчик. Спасибо большое. С вами была Катро Заупер. Увидимся скоро.